И сегодня мы поговорим про следующую тему в машинном обучении. До сих пор мы обсуждали все, что связано с задачами Superwise Learning, обучение с учителем. То есть ситуация, когда у нас есть какая-то переменная, которую нам нужно научиться предсказывать. И мы хотим это сделать на основе каких-то других переменных. Сейчас мы поговорим про Unsupervised Learning, обучение без учителя. Это такая немножко... Традиционно в курсах машинного обучения эта часть занимает не очень много места, и у нас тоже. Ну, потому что на практике вам, как правило, нужно все-таки строить предиктивные модели, то есть решать задачи Superwise Learning. Тем не менее, в Unsupervised Learning есть много всякого интересного, и на самом деле даже можно сказать, что грань между этими двумя вопросами немножко размыта. Ну, давайте я приведу какие-нибудь примеры задачи Unsupervised Learning. Собственно говоря, давайте, если говорить совсем обшор, то... Значит, Unsupervised Learning – это задача... Я бы так сказал, неформально, а задача отыскания паттернов данных. Отыскания каких-то паттернов. Или можно по-другому сказать, что это задача компактного представления распределений, порождающих данные. Да, то есть, тут у нас нет конкретной величины, которую нужно научиться предсказывать, но зато есть такая задача. Вот есть какие-то данные. Мы хотим что-то сказать про то, как они устроены. Как-то компактно выразить тот закон, по которому они устроены. И давайте начнем просто с каких-то примеров. Собственно говоря, первый пример – это снижение размерности. Это примерно такая история. Ну, вот давайте представим себе, что у нас есть данные, которые живут в изначально многомерном пространстве. Вот у нас изначально пространство признаков – x1, x2 и так далее. Здесь будет какой-то xd. Какое-то d очень большое. Например, можно представлять себе картинки. Но мы верим в то, что на самом деле эти признаки не являются независимыми. То есть вы не можете их менять как хотите. А на самом деле, если вы меняете один признак, то у вас как-то будет меняться и другой признак. И поэтому на самом деле все ваши данные, они живут, не заполняют, так сказать, равномерненько так все вот это вот пространство признаков. Они сосредоточены на или, по крайней мере, вблизи какого-то более мелкого, более маломерного многообразия. Будем считать, что они сосредоточены где-то вот вблизи какой-то поверхности. И тогда, в принципе, можно было бы уменьшить размерность нашего признакового пространства. То есть вместо того, чтобы рассматривать исходное пространство, ввести какие-то координаты на этом многообразии. И смотреть, если точки действительно идеально лежат на этом многообразии, ну отлично. То есть мы можем просто ввести координаты на этом многообразии. И вот наши новые координаты, которых будет меньше, они будут нам описывать наши данные прекрасным образом не хуже, чем раньше. Но может такое быть, конечно, что они лежат не прямо идеально на этом многообразии, а вот где-то близко. То есть у нас есть какое-то вероятностное распределение, у которого носитель, ну как-то вот близок, сосредоточен вблизи этого многообразия. Ну тогда, конечно, сохраняя только информацию про… тогда можно просто спроектировать, например, точки на это многообразие как-то. Мы тогда, конечно, чуть-чуть потеряем какую-то информацию, но предполагается, что не сильно. И вот такая задачка в целом называется задача снижения размерности. И у нее есть частный случай. Один частный случай ужасно важный, и мы сейчас по нему поговорим подробнее. Значит, это метод главных компонентов. Значит, в методе главных компонентов предполагается, что то многообразие, на котором все наши точки лежат, или вблизи которого они лежат, что это просто линейное подпространство, ну или там афинное подпространство. Какая-то там в очень многомерном пространстве, какое-то подпространство меньшей размерности. И дальше возникает вопрос, а как бы его нам найти? Значит, считаем, что данные расположены вблизи подпространства. Давайте я напишу афинного и линейного. Линейного подпространства, размерности. Пусть будет m меньше d. Ну и дальше, естественно, возникает вопрос, а как это подпространство найти? И тут есть довольно эффективный и, мне кажется, вполне изящный алгоритм. Давайте рассмотрим такой пример. Давайте начнем с того, что у нас пусть есть двумерное пространство исходное, но мы при этом верим в то, что наши точки, они расположены в каком-то подпространстве, которое одномерно в основном. Ну, опять же, понятно, что с какими-то ошибками. То есть мы верим в то, что наши точки, ну, допустим, они как-то вот так вот расположены. То есть есть какая-то прямая такая, что если спроектировать эти точки напрямую, то вот эти вот длинные, как бы, значит, у нас вот эта вот прямая вдоль этой прямой наша облака точек, она вытянута, а вдоль перпендикулярного направления оно, наоборот, очень такое сплюснутое. То есть если мы будем делать вот такое проектирование, то точки сдвинутся не сильно. И дальше возникает вопрос, а как найти вот эту прямую, которая соответствует направлению наибольшего, как бы, наибольшего растяжения. Ну, и делается это так. Смотрите, давайте в первую очередь... Давайте считать, что у меня картинка центрированная. То есть это означает, что у меня из каждого столбца я просто вычел средний этого столбца. Значит, пусть все признаки центрированы. То есть я просто перемещаю начало координат, как бы, в центр картинки. Тогда давайте посмотрим на такую штуку. Значит, вот есть такая штука, х-транспонированная х. Значит, это... Что это такое? Что это за матрица такая? Вот у меня были мои признаки. Да, они были записаны в виде матрицы х. Значит, х – это обычная матрица, объект-признак. Значит, у меня по горизонтали написан объект, по вертикали написаны признаки. Вот меня сейчас интересуют признаки. То есть вот у меня здесь х1, тут х2 и так далее. Здесь будет хd. И дальше я эту матрицу транспонирую и умножаю вот таким вот образом. То есть это означает, что я каждый признак умножаю скалярно на другой признак. Что получается за матрица? Значит, если я верю в то, что признаки центрированы, то есть из них уже вычтено их матожидание, их среднее, значит, что получается за матрица такая? Значит, можете ли вы такую матрицу опознать? Не к вариаций? Ну да, с точностью до умножения то ли на n, то ли на n-1, в зависимости от того, как определять, получается к вариационная матрица. Ну, такая матрица, матрица выборочных к вариаций. Мы не знаем настоящих к вариаций, но вот выборочные к вариации здесь посчитаны. Ну, действительно, потому что что такое к вариация? Это нам нужно из вектора вычесть его среднее, а скалярно умножить на другой вектор, из которого вычтена его средняя, и там поделить на либо на n, либо на n-1. Но средние вычитать не нужно, потому что они уже вычтены, мы считаем, что у нас все центрировано. Поэтому достаточно просто посчитать эти скалярные произведения. Ну, и с точностью до умножения на какой-то коэффициент, то ли n, то ли n-1, мы получаем в точности к вариационной матрице. Почему это важно? Ну, смотрите, дело в том, что как бы вот в чем пафос вот этой картинки? Значит, мы говорим, что наши данные, они, вот на этой картинке, они имеют ненулевую корреляцию между собой. Это означает, что если мы знаем, что у нас x1 меняется, то x2 тоже меняется в среднем. И, собственно говоря, вот эта вот скоррелированность, она и является причиной того, что мы, в принципе, можем здесь сказать, что наши точки сосредоточены вблизи какой-то прямой. Если бы они идеально выстроены были бы вдоль прямой, то мы бы сказали бы, что у нас стопроцентная корреляция, и это был бы такой еще предельный случай. Но здесь корреляция не стопроцентная, а какая-то, но это означает, что у нас есть вот такая вот некоторая зависимость. Теперь мы хотим от этой зависимости избавиться, а именно мы хотим найти новую систему координат, в которой бы никакой корреляции не было бы между переменными. А именно мы хотим построить вот такую систему координат. Значит, у нас первая координата будет вот такой в направлении максимального, в максимальной протяженности этого облака. Ну, а вторая координата будет ей перпендикулярна, она будет идти вот так. Значит, вот эти координаты, они называются главными компонентами, и я их обозначаю PC1 и PC2. Ну, у меня двумя одна картинка, но на самом деле их будет столько же, столько исходных координат, естественно. Вот. И чем замечательна вот эта самая новая система координат? Она замечательна тем, что в ней никакой корреляции между координатами уже нет. То есть, если я перерисую мою картинку в новых координатах, то она будет выглядеть как-то так. Вот у меня здесь есть PC1, тут будет PC2, и тут будет какая-то вот такая вот штука. Значит, вся протяженность, она теперь происходит вдоль первой главной компоненты, и никакой скоррелированности между ними нет. вопрос. Как найти такой базис, в котором бы матрицы корреляции не было бы, в которой у матрицы корреляции не было бы никаких ненулевых компонентов, кроме как на диагонали. Ну, нам нужно взять вот эту вот матрицу, экспонированную X, и диагонализировать ее. То есть, нам нужно перейти к новому базису так, чтобы матрица ковариации превратилась бы в диагональ. Диагональная матрица ковариации как раз соответствует случаю нескоррелированных признаков. И, по счастью, это можно сделать. Дело в том, что матрица X-транспонированная X, она симметричная. А у симметричной матрицы, ну, собственно говоря, дальше идет, в общем, кусочек линейной алгебры. Можно представлять себе эту матрицу X-транспонированной X как матрицу квадратичной формы. У матрицы квадратичной формы можно привести к главным осям. А вот эти самые главные оси, это и есть наши вот эти PC1 и PC2. Ну, давайте я на всяких случаях напомню. Значит, напоминание. Значит, у симметричных матриц все собственные значения вещественные. Можно выбрать артонормированный собственный базис. Ну, в частности, собственные векторы, которые соответствуют разным собственным значениям, обязательно ортогональны. В тех подпространствах, которые соответствуют одному и тому же собственному значению, естественно, можно выбрать артонормированный базис этого подпространства. Значит, если у нас есть система ортогональных векторов, которая нам все диагонализирует, то дальше мы можем просто их поделить на их длины и получить артонормированный. Вот. И это очень хорошо, потому что это означает, что можно сделать вот что. Давайте мы возьмем матрицу X-транспонированную X, перейдем к новому базису. Значит, пусть C – это матрица перехода к новому базису. В этом случае что можно сказать про матрицу C-транспонированную? Ну, она совпадает с обратной. Совпадает с обратной, да. Да, поэтому, значит, для того, чтобы перейти к новому базису в матрице X-транспонированной X, нам нужно сделать вот такую штуку. и вот эта вещь, это будет уже диагональной матрицей. Значит, давайте я скажу, что вот она вот такая, вот S1 в квадрате и так далее. Sd в квадрате, а здесь будут нули. Значит, почему я пишу S1 в квадрате и Sd в квадрате будет понятно чуть-чуть попозже, но суть в том, что мы знаем, что диагональные элементы это собственные значения в матрице X-транспонированной X. Если мы знаем, что они должны быть, значит, все собственные значения вещественные. Ну и конкретно наша вот эта вот штука, это на самом деле матрица грамма. У нее все собственные значения должны быть неотрицательными, Потому что они фактически задаются как скалярные произведения. Поэтому я их обозначаю вот так, как вот такие штуки в квадратике. Значит, S1 в квадрате и так далее. SD в квадрате – это собственное значение. Матрица X транспонированная X. И давайте я потребую, чтобы они были бы вот так вот упорядочены, чтобы S1 было бы самым большим, а SD – самым маленьким. Смотрите, теперь что дальше у нас происходит. Дальше, на самом деле, смотрите, давайте считать, что я сделал переход к этому новому базису. Вопрос. Вот в новом базисе, например, если меня интересует… Значит, тут у меня сейчас картинка вот такая. У меня есть PC1, тут PC2. И вот у меня точки как-то вот так вот разбросаны. Да, например, если я теперь хочу вот в этом новом базисе найти такую прямую, что если я спроектирую все точки на эту прямую, то совокупные длины вот этих вот проекций будут как можно меньше. Какую-то прямую нужно выбрать. Значит, как найти прямую. В принципе, можно так сказать, как найти такую прямую, что расстояние, давайте я напишу сумму квадратов расстояний от нее до всех точек минимальна. Ну, можно сказать вот что. Можно сказать, что мы ищем не прямую, а можно сказать, что мы ищем нормальный вектор к этой прямой. И тогда наши вот эти вот длинные проекции, то есть наше расстояние – это просто скалярное произведение между вот этими нашими векторами, которые соответствуют нашим точкам, и вот этим вектором нормаль. То есть мне нужно посчитать всевозможные скалярные произведения и дальше просуммировать их квадраты. Ну, как это сделать? Это на самом деле вот что такое. Значит, рассмотрим какой-нибудь вектор нормали. Значит, что такое, что такое эта самая наша сумма проекций? Это сумма скалярных произведений N. Давайте я как-нибудь обозначу наши новые точечки. Значит, у нас раньше эти точки назывались, допустим, x-итами, а теперь они будут называться y-итами. Давайте я скажу вот что. Давайте я скажу, что вот в новых координатах у меня… Давайте я вот эту вот штуку назову матрицей Y, и ее строки – это координаты точечек в новом базисе. Давайте я их обозначу через y. Значит, в новом базисе… объекты – это y1 и так далее, yn. Значит, все y – это элементы пространства rd, как и раньше. Значит, тогда мне нужно взять скалярное произведение. Давайте вектор нормали N с вектором пусть будет. Сумма скалярных произведений вот таких вот. Взять их в квадрате. Значит, вектор нормали, и я требую, чтобы он был бы единичным. Значит, вот мы хотим вот такую штуку решить, например. Ну, давайте смотреть, как записать вот такую вот вещь. Значит, мне нужно просто взять вектор нормали и посчитать всевозможное скалярное произведение со всевозможными y. А y у меня записаны в матрице y большое по строчкам. Вот так вот. Это y1, это y2 и так далее. Это y. Как мне это скалярное произведение посчитать? Ты в матричной форме? Да, в матричной форме. Ну, просто умножить ее и N на y справа. Да, значит, вот так вот сделать. Ну, да. Соответственно, дальше мне нужно будет эту штуку. Чтобы возвести в квадрат и просуммировать, мне нужно просто сделать вот такую вот штуку. Или, что то же самое, это сделать вот так. Значит, заметьте, что это означает. Это означает, что вы берете вот эту вот матрицу ковариации. Да, давайте здесь везде буду ставить N на N стрелочку, чтобы отличать ее от количества объектов. Значит, то есть, фактически это означает следующее, что вам нужно просто взять матрицу ковариации и воспринимать эту матрицу ковариации как квадратичную форму. И значение квадратичной формы на векторе N – это и есть та самая сумма квадратов длин проекции на этот вектор. Вот. Ну, и теперь смотрите. Если мы знаем, что вот эта вот штука Y, транспонированная Y, если мы знаем, что она на самом деле диагональна, то как бы нам… Значит, теперь нам нужно выбрать такой вектор, чтобы вот эта штука была бы как можно меньше, при том, что вот эта матрица диагональна. Вот у нас какая-то такая матрица S1 в квадрате, допустим, S2 в квадрате, здесь 0, 0. И дальше у нас здесь просто есть какой-то вектор N1, N2. И тут есть тоже вектор N1, N2. Ну, понятно, посчитать значение квадратичной формы диагональной несложно. S1 в квадрате, N1 в квадрате плюс S2 в квадрате, N2 в квадрате. И вот это все дело мы хотим, например, минимизировать, при том, что S1 в квадрате плюс S2 в квадрате равняется… Равняется единице. Ну, то есть что фактически нужно сделать? Значит, нужно при вот таком условии минимизировать вот такую штуку. При том, что мы знаем, что S1 больше, чем S2. Вопрос, как это сделать? Ну, да, можно было бы честно написать, значит, метод множества Лагранжи и все такое прочее. Ну, или N1 занулить. Да, но, в принципе, здесь так, чисто геометрически понятно, что должно происходить. Значит, у нас ограничение – это окружность. А вот эта вот штука – это функция, у которой линиями уровня кто являются. Что? Значит, вот эта вот штука, у нее линиями уровня кто являются, если считать, что это функция – это N1, N2? Не окружности? Вот у этой штуки, ну, нет, не окружности. Ну, по крайней мере, если S1 и S2 не равны. Эллипсы. Эллипсы, да. То есть у нас получается какая-то вот такая вот штука. Значит, единственное, что здесь нужно в правильную сторону их нарисовать. Давайте смотреть. Значит, если у меня S1 большое, то это означает, что N1 может меняться в маленьких масштабах. То есть это будут какие-то вот такие вот эллипсы. Какие-то вот такие вот эллипсы. Ну, и понятно, что если вы хотите, например, минимизировать значение вот этой функции при вот таком ограничении, то вам нужно просто идти вот в эту точку. И это будет минимум. То есть это означает, что вам нужно взять вектор нормали, который будет просто направлен вот так. Ну, а что, в общем, неудивительно. Поскольку у нас все вот эти вот точечки, они как бы вытянуты вдоль первого направления и сжаты вдоль второго направления, то понятно, что на самом деле нам нужно проектировать просто вот на вот это вот первое направление. Вот. Как? Согласны? Это можно было бы сделать совсем элементарными средствами. Можно просто было бы подставить вот это соотношение, как бы выделить вот здесь N1 в квадрате плюс N2 в квадрате, умноженное на S2 в квадрате, и дальше подставить вот эту вот штуку и получить, что нам нужно минимизировать N1. Можно просто явно это написать. То есть если нам нужно минимизировать вот такую штуку, при том, что вот эта вещь просто всегда единица, константа, то это означает, что нужно просто минимизировать вот эту вещь. Значит, а вот эту штуку больше либо равную нулю. Ну и все. Это означает, что нам нужно действительно выбрать N1 равную нулю, N2 равную единице. Вот. Точно так же это дело обобщается на случай произвольной размерности. И в целом верно такое утверждение, что если мы будем выбирать плоскость размерности K, такую, что она обладает вот таким же свойством, так чтобы сумма проекций на ортогональное направление, сумма квадратов проекций на ортогональное направление была бы минимальна, то нам нужно просто вот в этом вот разложении, вот в том случае, когда мы уже перешли в новые координаты, нам нужно просто занулить, ну то есть нам нужно сохранить там K первых координат, K первых главных компонентов, а остальные просто занулить, потому что по ним дисперсия будет самая маленькая. Значит, в общем случае. Значит, у нас есть PC1 и так далее, PCD. Плоскость, то есть подпространство размерности M, минимизирующая сумму квадратов расстояния до него. Это просто плоскость, натянутая на первые M базисных векторов. То есть просто все остальные компоненты нужно занулить. Вот. Значит, вот такая вот история про метод главных компонентов. Значит, он дает вполне конкретный алгоритм, как можно найти то подпространство, вдоль которого расположены наши точки. Примерно на котором расположены наши точки. Ну, естественно, при условии, что они действительно находятся в самом лучшем подпространстве, но это не означает, что оно будет хорошим. Это уже зависит от того, как у вас данные устроены. Может такое быть, что данные действительно все заполняют равномерно, или что зависимости в данных какие-то дико нелинейные, и на самом деле это предположение о том, что они все живут вдоль какого-то линейного подпространства, не выполняется. Ну, тогда ничего не поделать. Но если это предположение верно, то тогда метод главных компонентов дает возможность легко и эффективно найти это самое подпространство. Значит, есть ли вопросы на эту тему? Да, есть ли вопрос. Как мы все-таки для большой размерности строим этот пространство? Сейчас мы нашли, например, взяв один нормальный вектор, мы нашли гиперплоскость. Дальше что происходит? Да, ну смотрите, значит, на самом деле вы можете действовать последовательно. То есть представьте себе, что у вас есть… Давайте я нарисую картинку с трехмерным пространством. Попробую, по крайней мере. Значит, вот у нас есть картинка. Я ее сразу же уже рисую в координатах, в главных компонентах. Значит, что она из себя представляет? Значит, главные компоненты строятся, исходя из тех соображений, что, ну, как бы поскольку мы специально упорядочиваем вот эту матрицу, мы специально упорядочиваем вот эту матрицу ковыряться так, чтобы на диагонали элементы шли по убыванию, это означает, что у вас вдоль первой главной компоненты будет самый большой разброс точек, вдоль второй главной компоненты будет поменьше разброс, а вдоль третьей будет еще меньше. Да, то есть это означает, что у вас будет такой, как бы… Ну, вот если это себе представлять графически, то у вас проще всего об этом думать так, что у вас есть такой эллипсоид, такой батон хлеба, который длинный, наиболее длинный вот в этом направлении. Вот в этом направлении он все-таки широкий, но не настолько широкий, насколько он длинный, а вот в этом направлении он совсем такой сплющенный. Представьте себе, что вы купили в магазине хлеб и положили на него какой-нибудь пресс. Он остался… Какая-то у него здесь толщина есть, но она маленькая. Вот. И дальше, соответственно, если вы хотите, например, найти самую лучшую плоскость, которая хорошо аппроксимирует эти точки, то вы действуете ровно точно так же, как в предыдущем примере. Вы находите вектор нормали к этой плоскости, который минимизирует… Значит, минимизирует эти самые суммы квадратов отклонений, точнее, минимизирует сумму квадратов проекции на него. И, соответственно, тоже мгновенно получается, что этот вектор нормали должен быть направлен вот сюда, вертикально. Значит, ваша плоскость, если это двумерная плоскость, то должна быть такой. Если вы хотите одномерную штуку, то дальше вы можете, в принципе, действовать по индукции. Значит, вот вы нашли двумерную плоскость, самую лучшую. А теперь давайте мы внутри этой двумерной плоскости найдем снова направление, вдоль которого тоже проекции будут маленькими. Это будет сочностью направления второй главной компоненты. И поэтому… Извините, а вот чтобы индукцию применить, у нас же не все точки обязаны лежать в этой плоскости. То есть у нас все-таки пространство будет размерности на один больше, ну, изначально. Ну, смотрите, мы можем сделать… Значит, тут действительно некоторый такой немножко тонкий момент насчет индукции. Но, в принципе, тут все работает. Значит, чего мы делаем? Мы говорим. Давайте, значит, чего мы хотим? Мы хотим… Значит, мы хотим сейчас найти уже не один вектор нормаля, а два вектора нормаля, так, чтобы сумма квадратов проекций вдоль этих векторов нормаля была бы как можно меньше. Да, то есть, вот смотрите, верно следующее утверждение, что если я возьму какой-нибудь, допустим, ортонормированный базис, то, как бы я ни крутил этот базис, сумма квадратов проекций на векторы, которые в этом базисе есть, она будет постоянная. Сумма квадратов длин проекций. Потому что это как бы то же самое, что это просто сумма квадратов собственных значений. Как раз это будет просто сумма вот этих вот S, сумма квадратов собственных значений моей вот этой матрицы. Если мы крутить будем, это просто поворот. Поворот в решении не меня. Нет, смотрите, значит, моя идея такая, что… Значит, сейчас я скажу, что я хочу сказать. Значит, вот мы нашли первый вектор, первый вектор, который нам минимизирует сумму квадратов расстояний вдоль него. Дальше мы хотим найти… Дальше мы хотим все спроектировать вдоль этого вектора, то есть спроектировать наши точки на вот эту плоскость. И после этого уже на этой плоскости искать второй вектор, который минимизирует сумму квадратов расстояний вдоль него. То, что результат последовательного применения приведет к тому же самому, что если вы одновременно минимизируете по двум векторам. Но это как раз связано с тем фактом, что если у вас есть два ортогональных вектора, и вы крутите их, сохраняя плоскость, то от этого сумма квадратов проекции на эти векторы не меняется. Просто потому, что она равна сумме квадратов расстояния до начала координат. Вот смотрите, сейчас давайте я попробую сказать, как это аккуратно сделать. Значит, вот допустим, что я нашел… Вот, смотрите. Тут есть какое-то стандартное геометрическое рассуждение, которое я все время забываю, как аккуратно провести. Давайте вот я сейчас скажу… Значит, я описал процедуру, понятна ли процедура? Процедура понятна, да. Вот, значит, я правильно понимаю, что ваш вопрос такой. Почему последовательное нахождение очередного вектора, который максимизирует… Изначально его не было, но сейчас он появился, да. Потому что у нас как бы изначально эвристика, как бы вот эти вот ПЦА были, а мы еще раз как бы эвристику… Ну, оказывается, вторая вот вещь, она не эвристика, как вы говорите, а то же самое, что одновременно минимизировать. Это пока тоже… Точнее, это вот как раз сейчас стало непонятным, да. Да. Значит, ну, на самом деле… На самом деле, действительно, так неважно, в каком порядке тут минимизировать, все равно получится ровно то же самое. Давайте я сейчас, наверное, этот момент не буду пояснять. Могу в следующий раз рассказать, если у нас вообще будет следующая лекция. Но, в общем, можем как-нибудь отдельно это обсудить. Потому что это такое место, в котором я почему-то никак не научился так рассказывать с первой попытки хорошо. Вот. Но давайте я сейчас просто в виде теоремы сформулирую… А, собственно говоря, я уже сформулировал, значит, что действительно вот эта вот самая наша штука – это и есть наше самое лучшее подпространство. Вот. Смотрите, на самом деле тут есть еще одна история, тесно связанная с этим методом главных компонентов. Давайте я про нее тоже расскажу. Эта штука называется «СВД-разложение». И работает она так. Вот смотрите, была у меня какая-то матрица. Значит, у меня есть матрица Х и у меня есть матрица Х-транспонированная Х, которая приводится к диагональной форме. Давайте я вот эту вот матрицу обозначу сигмой в квадрате. Значит, сигма в квадрате – это моя матрица. Вот это вот С1 в квадрате и так далее. С2 в квадрате. Вот. И теперь, смотрите, давайте я сделаю такую штуку. Значит, вот это у меня Y. И теперь можно сказать, что Х – это и есть Y на С-транспонированную. А теперь я хочу сказать вот что. Смотрите, Y – это такая матрица, у которой столбцы ортогональны. А вот мне хотелось бы сделать так, чтобы у Y столбцы были бы не просто ортогональны, а чтобы они были бы еще и нормированы. Ну, что для этого мне нужно делать? Мне для этого нужно каждый столбец поделить на норму этого столбца. Ну, это на самом деле не всегда возможно. Дело в том, что не факт, что у Y все столбцы не нулевые. Может так оказаться, что вот в этой вот матрице сигма квадрат, что здесь есть какие-то нулевые значения. И в этом случае у Y какие-то столбцы будут нулевыми. Но давайте вот пока что мы будем считать, что это не так. Пусть у меня все S, ну пусть SD больше нуля. То есть матрица X полного ранга. Тогда можно сказать вот что. Можно сказать, что Y – давайте смотри, если я Y умножу… Вот сейчас. Значит, здесь с правильной стороны нужно умножить… Если столбцы, то справа. Значит, если столбцы, то справа нужно умножить вот на такую штуку. Значит, вот эта матрица будет уже ортонормированной. Как бы частной ортогональной матрицей. Значит, столбцы ортонормированы. Давайте я как-нибудь вот эту вот штуку обозначу. Давайте я ее обозначу. Давайте я ее обозначу матрицей U. И Y, таким образом, это U умножить на сигма. И дальше мы возвращаемся сюда. Ну а X – это и есть U, сигма, сетранспонированная. Где U и вот эта штука – это ортогональная матрица. А вот эта штука – это диагональная матрица. С ненулевыми элементами на диагонали. Вот. И, значит, вот это вот представление, которое у нас в результате получилось. Значит, заметьте, что X – это, вообще говоря, какая-то прямоугольная матрица. Она совершенно не квадратная. Соответственно, U и вот эта C имеют разные размеры, а сигма – это диагональная матрица. Значит, вот это вот разложение называется SVD-представлением – Singular Value Decomposition. То есть, фактически, что это представление нам говорит? Она нам говорит, что, на самом деле, любая матрица или любой линейный оператор представляется в виде композиции некоторого поворота, ну там, некоторого ортогонального преобразования, да, потом сжатие растяжения вдоль оси, а потом еще одного поворота. Вот. Это такое матричное разложение, которое там в курсе линейной алгебры не настолько популярно, как какие-нибудь другие, зато ужасно популярно в машинном обучении. У него там есть всякие разные приложения. Ну, например, если вы хотите построить, значит, если вы хотите вместо матрицы X рассмотреть какое-нибудь, как говорят, малоранговое приближение к матрице X, если вы хотите матрицу такую, которая имела бы меньше ранг, чем X, но при этом была бы от нее не слишком далеко, то это означает, что вам нужно занулить вот в этой вот сигме самые младшие элементы. Ну, это, в принципе, ровно то же самое, что сделать переход проектирования к вот этой вот плоскости, которая натянута на первые главные компоненты. Вот. Надо сказать, что я сейчас доказал это SVD-разложение для случая, когда матрица X имеет полный ранг. На самом деле, это разложение существует и в том случае, если матрица X не является матрицей полного ранга. Значит, единственное, что тогда нужно немножко повозиться. А именно, мы тогда не можем просто вот так вот взять, сходно написать Y умножить на сигма в минус 1, потому что сигма в минус 1 не будет определена, потому что там, ну, как бы сигма будет вырожденной матрицей, у нее какие-то собственные значения просто нулевые, и поэтому сигму в минус 1 определить будет нельзя. Но зато можно будет сделать вот что. У матрицы Y, значит, давайте, если X не полного ранга, тогда сигма имеет нули на диагонали. Давайте считать, что сигма устроена так, что вот у нас есть S1 в квадрате и так далее, S какой-нибудь K в квадрате, а потом идут нули. Ну, это что означает? Это, в частности, означает, что у матрицы Y, на самом деле, у нее D минус K столбцов тоже нулевые. Ну, потому что у нас Y представляется как X умножить на C, если у нас… Ням-ням, час, секунду. Ну, у нас норм, по сути, что на диагонали у сигма, норма векторов столбцов Y. Да, точно, у сигма на диагонали норма векторов столбцов Y, поэтому последние D минус K векторов, то есть у нас здесь размерность пусть будет D, здесь вот эта вот штука, это D минус K, значит, они будут нулевыми. Поэтому они нам не очень интересны, и мы будем делать вот что. Значит, мы возьмем от Y возьмем первое D столбцов, давайте я так напишу, что… А, сейчас, первое K столбцов. И давайте мы умножим эту штуку на… Значит, я хочу первое K столбцов матрицы Y сделать ортонормированными. Значит, мне для этого нужно умножить на S1 в минус первый и так далее, SK в минус первый. Ну и давайте тут будут нули. Сейчас, нет, вот так просто. Значит, вот у такой штуки, у такого произведения все столбцы ортонормированы, правильно? Но их не D штук, а меньше, их K штук. Давайте теперь дополним. Значит, вот у нас получилась матрица, у которой K столбцов. Давайте мы ее теперь дополним как-нибудь. Вот сюда вот просто впишем. Значит, дополним эти столбцы как-нибудь до ортонормированной матрицы. Да, можно такое сделать? Значит, у нас были какие-то… Значит, были какие-то столбцы здесь ортогональные. Ну, мы должны дополнить так, чтобы просто восстановить размерность. И вот эта вот матрица, которая у нас в результате получилась, это и есть… То есть это и есть вот эта самая наша матрица U. Вот, в общем, как так это делается в случае, если у нас исходная матрица неполного ранга. Вот. В общем, вот такая вот штука, популярная для разных приложений. Так, ну, давайте пойдем дальше. Значит, я хотел еще про одну вещь поговорить. Значит, чтобы у вас не возникало ощущение, что задача Unsupervised Learning – это исключительно задача отыскания плоскости, которая хорошо приближает точки. Значит, давайте еще один пример такой задачи обсудим. Это задача кластеризации. Она звучит немножко по-другому. Хотя, в общем, примерно тоже про то же. Значит, задача кластеризации у нас история такая. Значит, вот у нас здесь есть какие-то точечки. Значит, раньше у нас была задачка, допустим, задача кластеризации, когда у нас были какие-то пространства признаков, были какие-то классы, и нам нужно было научиться предсказывать класс по признакам. Сейчас, когда мы говорим про задачу кластеризации, у нас нет никаких заранее заданных классов, но мы их хотим как-то ввести. То есть, ну вот мы сейчас визуально смотрим на эту картинку и видим, что здесь точки группируются в какие-то отдельные группки. И мы хотим научиться эти группы выделять автоматически с помощью алгоритма. Соответственно, дальше задачи кластеризации бывают… как бы никакого однозначного способа решать задачи кластеризации нет. Существуют разные алгоритмы, разные подходы к этой задаче. Они могут быть устроены по-разному. Ну, например, есть алгоритмы, которые заранее требуют того, чтобы мы сказали, сколько у нас есть кластеров, а есть такие алгоритмы, которые не требуют. Ну вот давайте поговорим про алгоритм Каминс. Не путайте методом Ка ближайших соседей. Значит, он устроен следующим образом. Он требует, чтобы мы ему сообщили, сколько у нас всего есть кластеров. И на начальном этапе поставили где-то точки, которые будут как бы центром этих кластеров. Эти точки могут выбираться, например, случайным образом. Скажем, вот я взял и сказал, что вот у меня один центр кластера находится вот здесь, другой центр кластера находится вот здесь, а третий центр кластера находится где-нибудь вот тут. Следующий, дальше происходит такой чередующийся процесс. Во-первых, ну окей, допустим, что центр кластеров действительно находится там, где отмечено. Тогда какие точки к какому кластеру относятся? Ну, логично каждую точку отнести к ближайшему кластеру. То есть это будет означать, что, например, вот эта точка, она относится к вот этому вот зелененькому крестику, вот эта вот точка относится к вот этому синенькому крестику, а вот эта точка относится к вот этой вот красной точке. Ну, на самом деле, для того, чтобы понять, какие кластеры куда относятся, проще всего просто провести серединные перпендикуляры, которые будут как раз разделять зоны влияния каждого из кластеров, каждого из центров. Они, по счастью, как мы знаем, из планиметрии пересекаются в одной точке. Ну, как-то вот так это, видимо, будет. Хорошо, давайте я вот так нарисую. И теперь нужно что сделать? Значит, все вот эти вот точки у нас зелененькие. У нас довольно плохо пересеклось, а нет, внутри вроде как должно пересекаться. Это же центр писы на кружности получается. Ну да, я криво нарисовал. Ладно. Давайте я так примерно нарисую сейчас. Как-то так. Так вроде получше. Значит, соответственно, все вот это зелененькое. Все вот это синенькое и вот это красненькое. Вот, значит, получили мы таким образом уже не просто центры кластеров, а сами кластеры. Что происходит на следующем шаге? Значит, первый шаг. Каждая точка относится к ближайшему центру кластеров. Значит, эти центры кластеров называются центроидами. Значит, второй шаг состоит в том, чтобы переместить центроиды действительно в центр соответствующего кластера. Значит, переносятся они, опять же, так, чтобы минимизировать сумму квадратов отклонений. Ну, то есть, на самом деле, это означает, что они просто переносятся в центр массы соответствующего кластера. То есть, мы просто берем, выбираем среднее, значит, вот у нас, например, вот эти вот точки. Мы выбираем среднее значение x-овых координат, среднее значение y-овых координат. И перемещаем наш центр кластера ровно вот в эту самую середину. Значит, эта штука перемещается куда-нибудь. Вот сюда вот она переместится куда-то. Вот эта вот штука переместится куда-то вот сюда, вот прямо в центр. А вот эта красная точка переместится куда-то вот сюда. Каждый центроид перемещается в центр масс своего кластера. Ну и дальше этот процесс повторяется. Повторяет до сходимости. После того, как мы переместили центроиды, мы снова смотрим, какие точки близки. Они могут поменять то, какая точка к чему относится. Например, скажем, вот эта красная точка теперь может съесть какие-нибудь из этих точек. У нас будет здесь вот как-то вот так середина пермитекуляра будет проходить, и она может съесть вот эти точки. И так далее. Так этот процесс, он как-то у нас постоянно что-то меняется. Теоретически может что-то меняться. И вот до тех пор, пока меняется, мы можем этот процесс гонять. Эти два шага. Ну, во-первых, легко доказать, что до бесконечности меняться ничего не будет. По крайней мере, если у нас... Ну, там, если мы не рассматриваем какие-то ситуации, когда какие-то точки попадают ровно на границы, так, в принципе, ситуация должна стабилизироваться, потому что... Ну, просто потому что, как каждый раз, у нас сумма квадратов расстояний от точки до своего кластера, если мы все это просуммируем по всем кластерам, вот эту величину, то она на каждом шаге будет только уменьшаться. По крайней мере, она не может увеличиваться. И, в принципе, она обязана на каждом шаге уменьшаться до тех пор, пока процесс не закончится. То есть, если что-то меняется, то оно меняется в сторону уменьшения. Ну, просто потому что это происходит на каждом шаге по отдельности. Значит, когда мы выбираем для каждой точки, кому ей относиться, мы соотносим ее с ближайшим центроидом. То есть, если она раньше относилась к какой-то другой точке, к какому-то другому центроиду, то сейчас, если мы ее соотнесем с новым центроидом, то мы уменьшим сумму квадратов расстояний. И когда мы перемещаем центроид в центр МОС, в свой кластер, мы тоже уменьшаем сумму квадратов расстояний. Поэтому на каждом шаге у нас эта штука уменьшается. Поэтому рано или поздно мы придем в какое-то стационарное состояние, в нем будем жить. Значит, не факт, что это стационарное состояние самое хорошее. Дело в том, что результат на самом деле зависит от того, как мы изначально выбрали центроид. Ну, это легко увидеть на таком совсем простом примере. Представьте себе, что у меня есть всего четыре точки, и устроены они вот так. И тут есть два варианта. Первый вариант – я начальный. Допустим, что я разбиваю все на два кластера. И тут есть два варианта. Либо я изначально поставил центроиды где-нибудь вот тут. И тогда первым шагом они съедят каждый свой кластер. И дальше ситуация стабилизируется на вот таком разбиении. Но с той же самой исходной картинкой, возможно, другая ситуация. А именно, возможно, ситуация, что я поставил эти точки стартовые. Поставил их как-нибудь вот так. И в этом случае… Хорошо, допустим, я их поставлю поближе к середине. Как-нибудь вот так. И в этом случае легко может так быть, что… Нет, это как раз хороший вариант. Наоборот, я хочу поставить вот так. И тогда возможно, что мы перейдем к вот такому состоянию. То есть, что вот эти две точки будут сгруппированы в один кластер, а вот эти две точки будут сгруппированы в другой кластер. И при этом видно, что это состояние тоже будет устойчивым. То есть, после этого у нас вот эта точка перейдет в середину вот этого отрезка, вот эта точка перейдет в середину вот этого отрезка, и дальше все стабилизируется. Поэтому результат, во-первых, может не вполне соответствовать нашим ожиданиям. То есть, конечно, если у нас есть четыре точки, которые сгруппированы вот так, то мы бы хотели бы их сгруппировать в кластеры вот таким вот образом. Ну, как бы чего мы хотим от кластеров? Мы хотим от кластеров, чтобы точки, которые принадлежат одному кластеру, были близки друг к другу и далеки от точек, которые принадлежат другим кластерам. И с точки зрения этой метрики, конечно, нам лучше объединять вот так, а не вот так. Но алгоритм, в принципе, не обязан, этот алгоритм не обязан находить глобальный максимум этой задачи, задача минимизации расстояния, но он находит какой-то локальный максимум, который не обязательно, что будет самым хорошим. Но, тем не менее, алгоритм, как бы несмотря на его недостатки, алгоритм очень популярен, он умеет, ну, как бы, во-первых, если его правильно инициализировать, там есть некоторый алгоритм, как правильно выбирать вот эти стартовые значения. Довольно легко, ну, там идея такая, что мы, во-первых, стартовые значения выбираются среди наших точек, изначально существующих, выбираются они примерно так. Первая точка выбирается случайно, вторая выбирается как можно дальше от первой, ну, не то чтобы как можно дальше, но там тоже как-то с какими-то распределениями вероятностей, чем дальше, тем вероятнее и так далее. Вот. И дальше, поскольку этот алгоритм, на самом деле, очень простой, и его довольно легко запрограммировать, и он довольно быстро выполняется, дальше делают так. Берут, запускают несколько, допустим, десяток или сотен стартовых точек, как бы разных реализаций стартовых точек, и каждый из них доводит до сходимости, и просто смотрит, какой результат получается лучше. И то, что получилось, то и объявляют итоговую кластеризацию. Вот. Значит, вот такой вот алгоритм, очень популярный. Ну, у него есть всякие недостатки, например, он совсем, ну, как бы, он нормально работает в том случае, если кластеры устроены примерно как на этой картинке, то есть они вот такие вот компактненькие. Например, можно себе представить ситуацию, когда кластеры устроены как-то совсем по-другому. Ну, давайте я сейчас, может быть, есть хорошая... В Scikit-Learn есть чудесная страничка. Сейчас я попробую ее показать. Вот. Здесь, значит, есть некоторый стандартный тестовый набор для кластеризации. И вот разные методы. В частности, вот здесь есть некоторая версия Cummins, и вот видно, что она хорошо справляется, в том случае, если у нас действительно есть отдельные точечки. А если у нас есть что-то довольно странное, ну, вот, например, два кружочка сверху или две такие полулуны, то понятно, что у Cummins есть ограничения, которые, ну, как минимум они ожидают, что ваши кластеры будут линейно отделимы, что можно провести прямую, которая их разделит. И, допустим, для верхних двух строчек это не так. Ну, тут видно, что даже в том случае, если наши кластеры представляют собой такие капельки, но просто очень сильно вытянутые, как на четвертой строчке сверху, Cummins тоже довольно плохо срабатывает. Вот. Но есть другие алгоритмы кластеризации. Значит, тут про все не расскажешь, но, по крайней мере, здесь видно, что довольно неплохо работает с такими нетривиальными штуками, довольно неплохо работает. Спектральная кластеризация. И... Значит, здесь есть алгоритмы, которые вообще генерируют, которые сами выбирают количество кластеров. Ну, вот, например... Например, DBSCAN, по-моему, сам выбирает сколько кластеров. Вот. В общем, короче говоря, алгоритмов кластеризации много, но... довольно трудно дать какие-то универсальные советы по поводу того, что лучше применять на практике. Мне кажется, что на практике, как правило, применяют какой-нибудь Cummins, и не парятся. Самая смешная для меня картинка – это последняя строчка из этой таблицы. Бедным алгоритмом кластеризации заставили выделять кластеры там, где их точно нету. Просто равномерно заполненный квадратик. И вот они как-то пытаются это сделать. Вот. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Вот мы вначале сам, как сказать, просто сказали, что есть такая задача как восстановление распределения. Да. Значит, про задачу восстановления распределения я не успел сказать, но давайте я скажу совсем коротко. восстановление распределения. Это, кстати, имеет отношение к кластеризации, по крайней мере, один из способов это делать. Смотрите, давайте представим себе, что у меня сейчас какая-нибудь вот такая вот штука. Вот у меня есть какое-то количество точек, допустим, просто напрямой. И они устроены как-нибудь вот так. Вот. И я спрашиваю, ну, хорошо, из какого распределения эти точки возникли? Я хочу задать как-то в какой-то в виде какой-то формулы это распределение. И это можно по-разному тоже решать, но есть, например, такой способ, который имеет отношение очень похож на метод Каминс. Это гауссовая смесь. Да, то есть, вот смотрите, если у меня вот так вот распределены мои точечки, то можно предположить, что здесь видно, что у меня их много где-то вот здесь, где-то вот в этой вот зоне, и много где-то вот в этой вот зоне. И можно предположить, что они были получены в виде такой, ну, вот, что соответствующая картинка с функцией плотности выглядит как-то вот так. и является такой гауссовой смесью. Ну, что такое гауссовая смесь? Это такая случайная величина, которая устроена таким образом. Мы подкидываем монетку, в данном случае монетку, например, у меня смесь из двух компонент состоит. Значит, вот у меня есть две гауссианы. Одна гауссиана вот тут, вот такая, а другая гауссиана вот здесь. И значит, наша случайная величина устроена таким образом. Мы подкидываем монетку, если она падает орлом, то мы выбираем, генерируем случайную величину из вот этого нормального распределения. А если решкой, то из вот этого. Значит, в этом случае плотность такой случайной величины является просто полусуммы плотностей вот этих вот двух гауссиан. И выглядит, ну вот, примерно как вот здесь нарисовано. И дальше возникает вопрос, хорошо, как бы нам найти характеристики этих самых гауссиан, если мы верим в то, что наша плотность действительно задается таким образом. В целом, это такая хорошая модель, потому что, ну, во многих ситуациях у вас данные устроены, как бы если у вас данные вот такие вот бимодальные или несколько модальные, то есть когда у вас есть несколько, несколько точек сгущения, вблизи которых есть много датапоинтов, то, в принципе, довольно естественно их представлять в виде такой гауссовой смеси. И дальше возникает вопрос, а как в этом случае найти параметры этой гауссовой смеси? Вот если бы мы знали бы, что вот эти точки, они относятся к вот этой гауссиане, а вот эти точки относятся к вот этой гауссиане, то тогда мы могли бы найти просто оценку максимума продоподобия для этих гауссиан, то есть просто взять выборочную среднюю, выборочную дисперсию и вот нам, пожалуйста, оценки максимума продоподобия для этих самых гауссиан. Но изначально мы не знаем, какая точка, к какой гауссиане относятся. Это очень похоже на то, что у нас вот здесь происходит в кластеризации, потому что тут мы тоже изначально не знаем, какая точка, к какому кластеру относится. Здесь есть, значит, в этой задачке гауссовых смесей есть так называемый EM-алгоритм, который я не успею сейчас уже рассказать, который очень похож на алгоритм Каминс, который позволяет как раз находить параметры этих самых гауссион тоже таким некоторым итеративным образом. И это такой хороший способ фитить гауссовую смесь к такого типа распределения. Понятно, что гауссовое распределение бывает не только напрямую, можно рассматривать то же самое на плоскости. И у вас возникает задача, которая похожа на задачу кластеризации, но только теперь вы не просто говорите, к какому кластеру какая точка относится, а теперь вы задаете как бы оценку для совместного распределения этих двух величин. Вот. Ну, это, естественно, не единственный способ, как можно оценивать распределения. А в какой момент оценку, когда нервное у нас распределение, в какой момент оценка еще раз остается? Ну, смотрите, там, значит, вот чего мы хотим. У нас изначально есть набор точек. А мы хотим понять, из каких двух гауссион, например, этот набор точек произошел. Вот если бы у нас гауссиана была бы одна, то оценка ее параметров – это простая задача. Берем, вычисляем выборочную среднюю, выборочную ковариацию, вот вам и там оценка максимум правдоподобия для одной гауссианы. То есть здесь у нас сейчас задача такая – найти те две гауссианы, про которые мы верим в то, что их смесь породила мои данные. То есть задать их там мат ожидания и дисперсии. Вот. Как именно это делается? Это, я говорю, что я не успеваю сейчас рассказать. Значит, но это очень похоже на метод Каминс. Грубо говоря, идея очень простая. Мы сначала задаем какие-нибудь две гауссианы. Потом, глядя на эти гауссианы, мы смотрим, какая точка, какой из этих гауссиан принадлежит. Но поскольку у нас все вероятностное, мы считаем, что на самом деле каждая точка, она принадлежит не к одной гауссиане, а как бы у нас есть какие-то вероятности. Она с какой-то вероятностью взята из одной гауссианы, с какой-то вероятностью взята из другой гауссианы. После этого мы как бы устанавливаем вот это соответствие между точками гауссианами, а потом мы обновляем гауссианы в соответствии, ну, опять же, подгоняя их под те точки, которые им принадлежат. Почему мы уверены, что есть гауссианы именно две? Не почему. Это параметр алгоритма точно так же, как вот здесь в Каминс. Количество кластеров – это какой-то параметр, который сдается нами руками. Может быть не две, а три. Может быть, одна. Это скорее мы смотрим на картинку и дальше есть какие-то соображения. Говорим, что давайте попробуем две зафитить. Ну, или можно попробовать зафитить 1, 2, 3, 4, 5, посмотреть, какая лучше зафитилась. Вот, как-то так. Хорошо, это еще такой вопрос. У нас будет лекция какая-нибудь после экзамена? Ну, посмотрим. Значит, я-то не против сделать лекцию. Я просто не уверен, что после экзаменов у кого-нибудь будут силы их слушать. Вот. Но если будут, то у меня есть еще что рассказать. Ну, не знаю, может, опрос какой-нибудь сделать? Ну, сделаем, да. К экзамену готовить, получается, все лекции после девятой? Да, да. То есть все, что не входило в… Все, что не входило в мид-терм, может быть, в экзамен. Ну, все, что входило, тоже может быть. Но в целом, да. Там также теория будет. Ну, вот вы видели, какие задачки на мид-терме были. Вот это теория. Более-менее, да. Ну, значит, вот примерно что-то такое же и будет. Что-нибудь сделать руками. Ну, во второй части у нас было меньше такой теории-теории. Там практически ничего не доказывали. Но там, я не знаю. По крайней мере, нужно понимать, как все эти алгоритмы устроены. Уметь отвечать на какие-то вопросы про них. Вот. Хорошо. Ну что, все тогда на сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.